АПЛОДИСМЕНТЫ Алло, я спрошу декорации, я буду там дырки уже слон пройдет. АПЛОДИСМЕНТЫ Эдуардо, ты ли это? Альфонс Михайлович, как я рад тебя видеть! Да, допустим, не Альфонс, а Альфред. Да ладно, ну мы ж свои, Альфонс. Среди своих можно, только не при людях. Понял, Альфред Михайлович. Молодец, быстро запоминаешь. Где был по веса ты? Да, я сейчас все время в делах, у меня проблема. Дело в том, что у меня, у тестя потеря памяти, и мы его сейчас лечим, 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 понимаешь? А есть проблема, вылечить надо, понимаешь? Ну, естественно, надо пожилой человек. И не просто, чтобы у него хорошее было здоровье, а чтобы и у меня было настроение. Короче, он оставил завещание, на меня переписал все, что у него было. Так это же здорово. Так это здорово, ты да слушай. Значит, дом пятиэтажный, да? Вау. 42 подъезда. Фотифо подъезда. Лес, прилегающий к дому, да? 120 га. Река. Вау. Река 37 километров, понимаешь? Ты миллиардер, елки-палки. Был бы, если бы у него память была. Он не помнит, куда дел завещание. Ищем уже, ищем, ищем. Уже с миноискателями, собак вызвали, все, ищем, ищем. Нет, завещание. Пусть перепишет, какие проблемы. Потеря памяти. Он не помнит вообще, кто я. Сейчас врачи. Одни врачи лечат, другие калечат. У нас в госпитале мужик был. Полгода от желтухи лечили, оказалось, монгол. Жизнь, она полна сюрпризов. У тебя сюрпризы какие? О-о-о, у меня сюрприз был, мама дорогая. Приехал ко мне Аташе из Голландии. Ух ты. Корешок мой старый. Не понял. Служили в стройбате вместе раньше, под малыми бубенцами. Приехал не один, приехал с супругом. Европа. Ты бы с нее взять, понимаешь? И я на права хозяина пригласил их в театр. Ставили Анну Каренину. Да, новый вариант, поезд так и не пришел. Мы зашли в зрительный зал. То есть я, молодожены рядом. Именно на наших трех стульях сидит какой-то чувак. Это надо такой гудок иметь, чтобы расстаться на трех стульях, представляешь? Ноги расхидал в разные стороны, сидит и так дремлет. Я говорю, товарищ, excuse me, это наши места, вот билеты, понимаешь? Никакой реакции, никакой реакции. Ну а твои действия? Я позвал билетера. Надо меня... Я говорю, тетя. Билетера, меня надо было позвать, поезд бы вообще не пришел, понимаешь? Для этого мужика точно бы не пришел. Вот поэтому я тебя и не позвал. Я билетеру говорю, тетя, помогите, какой-то человек расселся на нашем месте. Она ему подходит, встал бы, откуда ты взялся такой? Он, знаешь, что я ей сказал? Откуда ты взялся такой? Он говорит, с балкона. Рубанулся, как в мешок с балкона. Да, а так бы международный скандал. Хорошо, что друг твой из Голландии вместе служили. Я уладил. Я, кстати, к тебе пришел по дружбе. У меня для тебя сюрприз. Давай. Не-не-не, не тот порядок. Тогда по порядку. По порядку. Поехали мы тут с ребятами на Медни. На чем поехали? Забей. Поехали на фольклорный фестиваль. Поехали я, Викентий Павлович, по прозвищу Бездести Шесть. Стоп. А что за погоняло такое? Бездести Шесть. А он просто ходит все время под углом. Остроумно. И Леша, глазурь. Ну, ты его знаешь. Не припомню. Ну, глазурь. У него один глаз еще все время веселый, второй грустный. Понимаешь? А, веселый ты и искусственный. Ну да, ты помнишь. Вспомню, конечно. И там была одна фольклористка, понимаешь? А, ты в своем репертуаре. Не-не-не, это просто коруза в юбке, понимаешь? Да ты ни одной юбки не пропустишь, то я тебя не знаю. Альфред Михайлович, кстати, эта юбка сидит у тебя сейчас в приемной. Будь другом. Прослушай, ради меня. Не откажи. Так вот ты что, куда мягко стелил. У меня вокалистов, как у дурака фантиков. Не дураком, это классный фантик. Ты вечно кого-то мне припрешь. Что-то раз привел 27 человек. У половины не было слуха. Нормально? Это хор. Хор. Семью нельзя разлучать. Ну пусть половина стояла, ну и что? Ну пели только двое, и то фальшиво. Ну так зато как пели, громко. Не обижайся, я не могу никого слушать. Я вокалистами не занимаюсь. Мне легче лобзиком сейчас выпиливать. И настроение будет, и душевное на спокойствии тоже. Не надо мне этого. Значит, лобзика классная. Понравилось? Да, тебе знаешь, куда надо к этой кредине Дубовицкой? Да я и так у нее. Не понял. Забей. Забил. Слушай, я пришел в полной уверенности, что ты не откажешь. Ты же друг. Я в полной уверенности, что я откажу как раз. Понимаю, что я друг, но я мне... У меня внук колобильды должен прийти через 15 минут на прослушку. Я не могу слушать непонятно кого. Тем более, ты вечером что-то припрешь. То собачью жратву, то памперсы продавать. Мне надоело уже. Давай будем уважать друг друга. И уважать время друг друга. Я никого слушать не буду. Сто процентов. Следи по губам. Нет. Закончился монолог? Все зависит от тебя. Короче, Альфонс. Альфред Михайлович. Я думал, мы все-таки друзья. И в отличие от некоторых, я всегда шел тебя в этой жизни навстречу. Ты? Я. Когда я тогда навстречу шел? Да вот, три месяца назад. Понимаешь, в аэропорту ты идешь, а я иду тебе навстречу. Это не считается, друзья. Не считается. Ладно, шутка. А вспомни, как я пошел навстречу с твоей женой, когда ты уехал в Гагры с Люськой, секретаршей. А сказал ей, что уехал в Намибию на фольклорный фестиваль Соловьи Заполярья. А я пошел к ней навстречу и убеждал ее, что ты там в Африке. Убеждал ее весь вечер, всю ночь убеждал. И только под утро не удалось ее убедить. Слушай, что-то насчет ночи, что-то я не понял. По-подробнее. Забей, отнесся. А второй вариант? Второй вариант, когда ты в прошлом году, вот недавно, уехал в Европу с Эльжбетой на Евровидение. Ну и засвистелся ты. В прошлом году не было Евровидения. Не было. Ну для твоей жены-то оно было, ты там был с Эльжбетой. Ну допустим, не с Эльжбетой, а с Верой Павловной Ливер. А вот с этого момента поподробней. Забей. Забил. Так ты откажешь мне или нет? Я тебе не откажу, я тебе уже отказал.